Здравствуйте, Артёмовцы! Об итогах за неделю расскажем в этом выпуске в студии Ксения Кузнецова. Для местных жителей по улице Первая Рабочая по губернаторской программе «Тысяча дворов» обновятся пять дворовых территорий. В настоящее время подрядная организация выполняет демонтаж старого дорожного покрытия, устройства бордюрного камня и водоотвода. После ремонта здесь появятся парковки, пешеходные дорожки и бельевые площадки. Кроме того, работы предполагают асфальтирование дворовых проездов, установку скамеек и урн. В районе домов номер 70 и 74 установят новые детские площадки. Глава округа Вячеслав Квон принял участие в 9-й Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока». В режиме видеоконференции все 34 муниципальных образования Приморского края вместе с семьями участниками регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» наблюдали за церемонией награждения семей, которые одержали победу в региональном этапе конкурса. В муниципальном этапе конкурса «Семья года» в Артеме победили три семьи. Артемовским семьям не удалось занять призовые места в краевом этапе конкурса, но мы гордимся нашими замечательными семьями. Именно такие союзы подают пример молодому поколению и являются хранителями истинных семейных ценностей. Подведены итоги краевого конкурса территориальных общественных самоуправлений. 12 проектов ТОСов и инициативных жителей Артема победили в краевом конкурсе. Каждый из них получит до полутора миллиона рублей на реализацию своего проекта. Теперь горожане смогут установить детские площадки на своих территориях, провести освещение улиц, благоустроить скверы, сделать тротуары и дороги в частном секторе. Работы по проектам будут выполнены уже в этом году. Чтобы организовать ТОС, необходимо обратиться в отдел по работе с общественностью администрации Артемовского городского округа по телефону 4-36-54. Спортивно-патриотическая спартакиада проходит в Артеме. Физкультурно-оздоровительный комплекс стал площадкой для проведения игр по волейболу, баскетболу, настольному теннису, дартсу, плаванию. Соревнования проходят отдельно среди девочек и мальчиков и по разным возрастным категориям до 18 лет и старше 18 лет. В спартакиаде идет борьба за командное и личное первенство. Спортсмены могут выставить полноценную команду на все виды спорта, а также любой желающий может заявиться на любой вид дисциплины отдельно. Официальное открытие спартакиады состоится в субботу 22 июня на стадионе «Угольщик». 22 июня артемовцы примут участие в акции «Свеча памяти». В День памяти и скорби по традиции памятные мероприятия начнутся в Артеме в 10.30 с возложения цветов к памятнику Мемориалу воинам-артемовцев, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Вечернее памятное мероприятие начнется в 20 часов концертной программы над Придворцовой площади. Далее артемовцы примут участие в массовом шествии с зажженными свечами к памятнику Мемориалу, где сразу после шествия состоится торжественная церемония возложения цветов с зажжением свечей и минутой молчания. На этом у меня все. Хороших всем выходных. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok